Появилась информация о том, что украинские власти расконсервировали военную технику, зараженную радиацией во время Чернобыльской катастрофы. Так это или нет, мы приехали разобраться сюда, в Донецкую Народную Республику, где недавно была разбита очередная колонна украинских войск. Включаем прибор в рабочее состояние, проверяем его, работоспособность. Прибор работает, ставим проверочный режим и начинаем двигаться по движению к направлению танка. Это какая модель танка? Это танк Т-64, советского производства. Подбит тут был недавно, да? Вон да, вон здесь уничтожена была колонна танков, вот начинается здесь уже как раз вот... Обратите внимание на стрелочку сейчас? Обратите внимание, да, на стрелочках покажу пальцем, что сейчас как она начинает двигаться и работает сам прибор. Сейчас, спешите. Вот я уже, уже слышу щелчки, сейчас переключим этот режим. Вот теперь, явно, да, затрещало, видите, у нас уже, подходя к танку... Стой! ...мы слышим, здесь нужно переключить, потому что слишком высокий фон, не хватает, чтобы более детально уточнить именно уровень радиации. То есть он превышает? Он превышает, здесь он реально превышает, ну, раз, наверное, 15, это точно. Но если сейчас вот мы подойдем сюда, вот, здесь поближе к нему, да, я переключу более такой режим щадящий, Хотя все равно, видите, вот, движение стрелки, и сами понимаете, какая техника используется укропами для того, чтобы воевать на территории Новороссии. Вся техника, естественно, прибыла из зоны Чернобыля. С баз хранения, понятно, что и людей, которые передвигаются на этой технике, те же самые механики-водители, командиры отделений, наводчики, Они как раз получают вот эту дозу излучения, и потом, сами понимаете, какими они вернутся домой. И говорить о том, что они увидят своих детей, а тем более внуков, вряд ли у них это получится. Потому что Чернобыль показал, что до сих пор люди умирают, страдают. Вот, вот видите, вообще, вот в этом месте шкала просто зашкалила. Как вы понимаете, находиться рядом с этим танком долго просто опасно для здоровья, поэтому мы будем медленно отходить. Остается только добавить, что вряд ли украинские военные осознают весь ужас происходящего с ними, потому что в последнее время из аптечек украинской армии почему-то изымаются дозиметры. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok